всем привет это канал дикие поршни меня зовут димыч и как вы уже наверно поняли сегодня речь пойдет о выхлопе делаем мы хорошие дорогие качественные глушители из нержавейки делаем прямотоки но при этом наши прямотоки не орут как бы можем сделать и громко можем сделать и тихо все как вы захотите но сегодня наш пациент это 451 литровый бестурбовый недорогая машинка с небольшим пробегом глушитель у него оторвался но сам глушитель при этом целый не ржавый и мы решили не делать новый выхлоп разобрать этот глушитель и изменить его внутри здесь у него отвалилась гофра развалилась заржавела немножко вот и значит будем вскрывать этот глушитель но помимо этого появилось желание вскрыть все глушители которые у нас уже накопились значит здесь у нас но соответственно глушитель от этой машины плюс есть глушитель от 451 brabus а здесь кстати это старая модель внутри должен быть катализатор вот здесь уже на этой машине катализатор он как бы является частью коллектора выпускного он даже приварен его невозможно снять конечно снять все можно отрезать но мы его оставляем дальше у нас глушитель от 453 глушитель очень легкий такое ощущение что он пустой внутри и кроме того машине всего лишь 50000 пробега или даже не было 50000 а тут уже все пальцами просто труха короче у 53 крайне хреновые глушители так дальше у нас смарт ростер вот смарт ростер наоборот я бы сказал это лучшие наверное глушители были самые надежные из всех машин интересно вскрыть его посмотреть что у него внутри дальше это 451 уже рестайлинговая модель катализатор отдельно дальше гофра и сама баночка в общем если тебе тоже интересно что внутри эти глушители давай лайк быстренько ставь а я пока пошел за болгаркой так ребят ну и кто не видел на прошлой неделе сторисы наши у нас появилась возможность заправлять кондиционеры появилась заправка приезжайте заправим с ваш смарт за полторы тысячи рублей все легковые машины остальные по 2000 рублей ну джипы будем смотреть отдельно как бы все таки много газа вот и у нас появилась возможность приезжать за вашими машинами забирать их привозить к нам на ремонт делать это буду не я есть у нас человек старый мой знакомый тоже ездит на смарте дедушка уже в возрасте гонять не будет поэтому не переживайте за свои машины поэтому звоните и будем договариваться так очки есть болгарка есть взял я 453 но мне больше всего интересно чего у него внутри не знаю как вам мне просто интересно почему он такой люди вроде большая железяка при этом он не весом давайте начнем с него так нет давайте мы будем это делать не болгаркой у нас же есть плазморез прошлую серию наших кто-нибудь видел если не видел то посмотрите где у нас здесь сейчас будет ссылочка как мы делали столик и покупали плазморез и мы сейчас его используем включаем воздух тут у нас уже все подготовлено все на экстрасъемах ну вот заодно и посмотрим как работает устройство очень интересный механизм сначала наверно эту штуку снять защитный экран тут на мебельных этих наклёбках как они называются степлер короче степлером да и тушитель степлером просто так можно было конечно сразу все это вместе с теплоизоляцией резать но хочется послойного смотреть все это дело из каких слоев потому что я смотрю там еще это мягенькая штука это чтобы глушителю холода не было зимой наверно да ну ай как сякакая каркашки вот здесь здесь почему то самое место такое то есть он здесь более менее а здесь более менее а здесь прям мягкий именно по сертини так в общем я сам как бы не особо умею этой штукой работать но сейчас будем пробовать 20 ампер я думал даже меньше наверное да давай с 15 начнем Так, ну режет Надо только добавить немножечко Мне кажется Слушай, ну шикарная вещь Ребят, реально шикарная вещь Резет быстро Я думаю, в раза 4 быстрее, чем болгаркой Так, что, давай попробуем добавить еще Добавим, попробуем быстрее вести Рука дрожит, надо по-хорошему ровно Если вести Может быть было бы лучше Попробую сейчас вот так вот Вообще классная вещь Себя, отваливается Посмотрим, что получилось Сметал вообще тоненький Это, по-моему, полмиллиметра всего Ну что, вот такая конструкция Воздух проходит, смотри, тут дырочки Там дырочки, сюда проходит Тут, сюда и сюда Так, давайте точно померяем Получается 0,7 миллиметра 0,7 миллиметра Жестянка Ржавеет Ну, 0,7 миллиметра, конечно, надолго не хватит Ну, сами видите Конструкция просто Самая дешевая По-моему, на тазах такая же, да? Там лучше Там лучше Переходим к другому бушителю Так, давайте Следующий будет рост Так, 51-й Все оставим Там под полом Тоже это защитный кожух Так, я, наверное, буду резать глубоко Сразу, насквозь, да? Слушай, ну, тут защита, кстати, такая проченькая И, походу, это нержавейка Да, очень сильно похоже на нержавейку И она достаточно прочная Такое ощущение, что это экран Даже толще, чем глушитель у 53-го Смотря на то, что этому глушителю лет 15 уже минимум Здесь, конечно, нас подоржавил Все-таки высокая температура Но такой толстый Толстый металл Ну-ка, давай сейчас срез Замерим 2 мм получается, да? Так, ну, давайте начнем А, кстати, вот один момент Значит, смотри, как хорошо сделаны уши Приварена сама пластинка Усиливающая То есть и так металл толстый Еще пластинка усиливает И к этой пластинке уже сами уши приварены То есть это очень хорошая конструкция Все продумано Сварные швы очень хорошие То есть вот этот глушак Такой качественный Походу я даже катализатор поплавил Нет, давай, наверное, здесь болгаркой резанем Хочется посмотреть Горю Горю Чуть, письку не взжег Так, ну смотри, здесь тоже очень толстый металл, кстати 2,5 мм, да Получается, наружный корпус 2 мм И внутренний 2,5 мм Как бы нахлёст Так, ну пришлось colors mujer дырочку какая-то вата там катализатор а там еще один катализатор между ними лямбда зонт интересная конструкция зачем лямбда между катализаторами блин нравится мне эта вещь такая штука он вообще не просвечивается он залит абсолютно ну че надо продвигаться как-то было внутрь да прям быстренько так вообще как-то за секунду вот это я понимаю да конструкция это здесь входит через каталик выходит а зачем это обратно камера смотри какая-то резонансная зачем-то идет туда просто какая-то резонансная камера потом соответственно выходит часть сюда выходит сразу попадает в трубу на выход часть проходит дальше возвращается обратно через дырочки там какая-то тоже резонансная труба то есть она никуда не заканчивается просто какие-то резонансы происходят то есть по сути вот здесь вот режем дырку и у нас получается приноток ха 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 так следующее пойдет в этот сейчас давай разделим так интермозащита это вот вечное состояние все это выгорает опламывается и начинает там у вас болтаться хотя пробег вроде небольшой был даже еще болты более-менее целые так слушай ну я думаю это такая же песня два каталика скорее всего режем посередине прикольный красненький так дальше смотрим саму баночку кстати вот эта штука она вечно всех отваливается и тоже начинает торбежать 100 миллионов раз ее приваривали но лучше ее отрывать и выбрасывать тут железяка толстая достаточно толстая хорошая прочная так что у нас здесь смотри у нас здесь вход вход с мотора оба так воздух проходит через эти щели часть выходит здесь все идет сюда в последнюю камеру то есть проходит через здесь дырочки через здесь дырочки то есть скорость потока падает в итоге все заходит сюда труба и уже уходит на улицу а что здесь такое это что за труба кто не знает что это за труба так вот он вот он самый основной глушитель здесь я так полагаю без этой штуки вообще бы ничего не работало ну да что это блять такое я даже не знаю что сказать на это так ну что брабус блин он тяжелый там точно вот вот таких штук 2 меню а тут кстати внутри еще катализатор же наук ох брабус разбирается на ходу ну тут лямбазон второй стоит в глушителе первый здесь очень качественная сварка очень это просто по-брабусовски тюнинг 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 брабус о ёпта так что это это стеклопкань разрываем так еще стекловата вот она и воняла полно стеклоплаята смотри это металлическая металлическая вата ну что тут можно сказать вот это вот это самая крутая вещь в брабусовском глушителе вот сюда покажи вот так двойной выход ахахах никуда просто ахахахах получается вход сильфон катализатор все это дело разворачивается все с дырочками тут были на самом деле как бы форма на самом деле нормальная как бы нормальная да но тут разворот здесь разворот все это теряется воздух поток теряется потом уходит тут в камеру в эту и из камеры уже из двух дырок выходит но честно говоря это полная херня ахахаха пойдет так же на спалку ну что ж переходим к тому глушителю который мы сегодня будем дорабатывать сначала посмотрим что здесь напридумывали инженеры смарта поэтому будем разбирать аккуратно так ржевенький еще тверденький так ну немножко почистили тоже даже разрезан вот отрезала болгарочкой чтоб шовчик был ровненький чтоб это удобно было варить с никаких соплей ну это такая нутрянка по мне так самый простой самый нормальный из всех глушитель металл толстый вроде как даже не сильно ржавеет труба проходит прямиком в конец соответственно дальше через такие две камеры проходит обратно тут еще дырочки есть и соответственно выход на улице как бы самый простой самый наверное дышащий из них вот но он все равно звучит достаточно громко и такой звук булькающий наверное да такой звенящий звенящий звук он нас дает вот значит что мы сейчас делаем мы просто режем вот так вот да или здесь или здесь наверно я думаю мы сейчас вот здесь отрежем внутрь вариваем такую трубу это не ржавейка перфорированная и все это дело набиваем керамической набивкой эта набивка держит полторы тысячи градусов она соответственно выполняет роль глушащую роль да то есть она глушит именно высокие частоты оставляются низкие частоты и звук такой более благородный получается более такой посадитель так ну вот я в общем вырезал тут все лишнее вот эта труба пойдет у нас сразу по прямой сюда и снаружи все набивкой обернем так ну и сделал такие переходнички соответственно он просто идеально подходит сюда с этой стороны потому что диаметр у нас разный так и соответственно также идеально подходит сюда чтобы было все удобно сваривать в принципе у меня внутрянка готова подогнал достаточно ровненько получилось естественно провар у меня не полный здесь где-то градусов на 280 то есть там маленькая полоска не проварилась а здесь ну буквально пол сантиметра не подлез с задней стороны но я думаю это не страшно вот дальше остается набивать значит смотрите набивка я использую такую керамику очень хорошая вещь на данный момент это вообще практически хай-тек но единственный у нее минус она очень такая ну как вата мелкая вот и чтобы она не вылетела вот в эти отверстия используется такая вот это это вата из нержавейки такая нержавеющая вата то есть сначала эту трубу нужно обернуть ватой только после этого набивать так ну чтобы вата не расползлась я на концах стянул все это дело проволокой и теперь будем набивать так теперь мне нужна помощь вот вот такой катализатор достали из одного из глушителей один катализатор был вообще выкрашенный я к сожалению не могу показать но я вам сейчас фоточку здесь наверно появится и раньше мы отрезали но этот уже вот такой изношенный скажем так выгорает то есть он выгорает выгорает глубже и насквозь прогорает либо оплавляется на смартах я сколько встречал то они все рассыпаются просто выгорает посерединке где-то такая проблема начинается уже после 100 тысяч километров в общем вчера я тут все доделал заварил аккуратненько все утрамбовалось внутри баночка готова осталось нам приварить гофру вырезать эту стату сделать заход соответственно потом повешаем глушитель примерим такую симпатичную насадочку какая красивая такая вот и покажу вам что получилось разогрелся с прострелами разогрелся с прострелами ну что ж на этом мы наверное будем заканчивать кому понравилось ставьте лайки подписывайтесь на канал прожимайте колокольчик напишите в комментариях понравилось вам или нет ну а